Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как составлять семейный бюджет, что для этого нужно и как вообще это происходит в обычных молодых семьях. В этом ролике мы узнаем о том, как планировать бюджет и о том, как правильно вам его посчитать, для того, чтобы вам хватило на все ваши необходимые расходы и нужды. Я начну, наверное, с самых очевидных шагов, самый очевидный и простой. Для этого вам нужно будет завести тетрадь, в которой вы будете записывать все свои необходимые покупки, которые вам нужно будет сделать. Будете планировать свой бюджет заранее, выписывать свой примерный доход, который вы планируете получить и рассчитывать на всю эту сумму, которую вы получили после зарплаты. То есть не жить от зарплаты до зарплаты, от аванса до аванса, а всегда четко иметь план, которому вы будете следовать. Это можно сделать даже с маленькой зарплатой, и вы удивитесь, как можно многого достичь, имея вот такую вот тетрадку, в которой вы будете записывать все свои мысли. Первым делом, после того, как вы получили зарплату, вам нужно будет выписать ту сумму, которую вы получили в тетрадь. Поставьте ее в верхнюю часть страницы. Поставьте ее в верхнюю часть страницы. Поставьте ее в верхнюю часть страницы. И начните распределять сумму от большего к меньшему, от того, что вам первое приходит в голову. Например, это коммунальные платежи. Вы знаете точно, что вам нужно будет отложить на коммунальные платежи по началу отопительного сезона. У вас будет, допустим, за однокомнатную квартиру он составляет около 3000 рублей. Это интернет, коммунальные услуги, свет, газ, вода и прочее. И с началом отопительного сезона, допустим, сумма вырастает до 5000 рублей. Вот так и пишите, что начиная с мая, с начала мая по конец сентября, начало октября у вас фиксированная сумма, 3,5, я не знаю, там, или ваша сумма, которая у вас на расход 3000 рублей. Все остальное у вас будет, начиная с октября, начало октября по апрель, вы будете записывать сумму, допустим, 5000 рублей. И таким образом вы уже сможете посчитать расходы, которые у вас, ну, будут у вас впереди. Далее вам необходимо будет опускаться все ниже и ниже по уровням, записывая свои суммы, которые у вас в вашей ситуации, которые ваши расходы. Допустим, в моей ситуации я записываю, что это запланированная покупка ботинок. На ботинки я, допустим, откладываю себе 1000 рублей, но покупаю я ботинки не в сезон, когда, соответственно, нужно все идут покупать обувь, а покупаю я ботинки в основном летом. Потому что, ну, готовь сани летом, а телегу зимой. Именно так я и делаю, старый совет, соответственно, я стараюсь ему исследовать, я всегда все готовлю заранее. После того, как вы посчитали все свои расходы, ну, конечно же, самым очевидным будет это посчитать еще и возможные доходы, которые вы можете получить. Соответственно, выписываете на следующую страницу те доходы, которые потенциально у вас могут быть. Допустим, дополнительные смены на работе. Вы записали себе, что за дополнительные смены я получаю столько-то и столько-то. Допустим, я за дополнительную смену получаю вместо обычной зарплаты, там, 2000 рублей, получаю, допустим, 3000 рублей зарплату. Я себе так и записываю, что в этом месяце я планирую взять 3 смены по 3000 рублей каждая. Итого, соответственно, я, допустим, взял 2 смены, плюс к семейному бюджету 6000 рублей. Вот примерно так же и вам нужно записать себе. Еще одним источником доходов, возможно, для вас является это сберегательный счет. Вы можете положить на сберегательный счет определенную сумму денег и смотреть, какая сумма дохода вам капает постоянно. Допустим, это 5000 рублей, 10 тысяч рублей в месяц, в зависимости от суммы или от счета, который вы используете. Также вы можете хранить деньги не только в сберегательном счете, а, например, инвестировать какие-то акции, облигации, недвижимость, фондовые. Или, допустим, использовать, если вы работаете официально, конечно же. Или вы можете использовать, если работаете официально, ИИС. Инвестиционный индивидуальный счет, который позволит вам возвращать 13% от вашего налога, плюс какие-то там другие возможные проценты по акциям, по облигациям, которые вы купили на сумму внесенных средств. Далее рекомендуем. Далее рекомендую, после того, как вы составили список того, что вы рискотите. Теперь вам нужно еще один листик выделить под то, чтобы составить список того, что вам нужно для комфортной жизни. Допустим, для комфортной жизни вам постоянно требуется покупать кому-то вредные какие-то вещества, сигареты, алкоголь и прочее. Чипсы, мороженое, либо еще что-то. Либо кто-то тратится на компьютерные игры, может быть, женщины на косметику. Того, что вам необходимо. Вы пишите себе и поймите, сколько вы денег в месяц на это тратите. И можете ли вы сократить свои расходы или нет. Следующий список, который вам нужно будет составить, это список того, чего бы вам хотелось. То есть, вы работаете постоянно, нужно же как-то себя благодарить за то, что вы сделали определенный труд. Даже если у вас семья, нельзя себе отказывать абсолютно во всем ради своей семьи. Нужно стараться что-то делать для себя. Иначе вы просто будете уходить постоянно в маленькую депрессию, все больше и больше и больше с накоплением того количества отказов, которые вы себе сделаете. Вам будет только становиться хуже. Поэтому себя благодарить иногда нужно. И это не значит, что для мужчин это баночка пивка вечером, как делают некоторые мои знакомые. А что-то другое, что-то более существенное, неприятное, что оставит вам больше эмоций и воспоминаний. Еще один листик вам нужно будет выделить под то, чтобы запланировать отпуск. Отпуск не обязательно это поездка в Турцию, либо еще куда-то там, я не знаю, в Китае, в Азию, Евразию или в Америку. У кого сколько денег хватает. Это значит, что вы должны просто посчитать время отпуска, в которое вы хотите отдыхать, и подумать о том, что бы вы хотели делать в этот период. Потому что люди чаще всего, когда выходят в отпуск, не понимают, чем они будут дальше заниматься. Просто отпуск наступил, как снег на голову. Например, как у меня в последний раз отпуск наступил, и я даже не знал, чем заняться, потому что я его не спланировал. Далее вам нужно будет запланировать крупные покупки, которые вам необходимо сделать. Например, холодильник, стиральная машина, кровать новая, компьютер, либо еще что-то, что вам необходимо для жизни. Те крупные покупки, которые вам обязательно будут нужны. Без этого никак, и каждый человек хочет спать на хорошей кровати, как и я в том числе. Поэтому об этих покупках нужно думать заранее. Еще один листик вам нужно будет выделить под то, чтобы подумать о том, где вы можете заработать. На чем вы можете подработать еще. Если у вас есть машина, водитель там такси. Если вы умеете делать какие-то вещи руками, например, вы хороший следственный или сантехник, подумайте, возможно, вы сможете оказывать услуги следственный или сантехника в свободное от работы время. Если вы хорошие, то пишите статьи, пишите на дзен. Если вы умеете разговаривать на камеру, снимаете YouTube. Ну и прочие различные возможности заработка, которые есть у вас, вам нужно их выписать и подумать для себя конкретно, что вы можете сделать. Последний листик вам нужно будет выписать, то, на чем вы можете сэкономить. Всего в списках, которые вы только что посмотрели. Соответственно, я, допустим, для себя выбрал то, что я могу сэкономить на простых вещах, которые я покупаю. Это чипсы, семечки и прочее. Я могу, допустим, от них отказаться и без них прожить. И таким образом я смогу сэкономить себе часть семейного бюджета. Или, допустим, у меня сейчас есть несколько кофт, которые мне, в принципе, комфортно в них и мне не нужны новые. И тем самым могу отказаться от части запланированных покупок. Например, купить себе новую одежду. Пока эта кофта у меня нормальная, вполне себе стильная. Я могу ходить в ней и без проблем. Мне это не доставляет дискомфорта. Вы можете поискать другие способы, которые вам позволят сэкономить на ваших интересах. Ну и, наверное, крайний листик вам нужно выделить под то, что вы должны чему-то учиться. Выделить средства под обучение. Можно это сделать небольшую сумму в месяц. Допустим, 500 рублей на какие-то курсы. Но, поверьте мне, большинство курсов, они стоят недорого. Если вы сами не готовы искать информацию, то обязательно найдутся люди, которые готовы вам ее продать. И составить какой-то скомпонованный курс именно для вас. В той области, которая вам интересна. Выделяйте себе 500 рублей в месяц на то, чтобы пройти какие-то обучающие курсы. И тем самым вы повысите свою квалификацию. И сможете зарабатывать больше денег в дальнейшем. Чтобы не так сильно экономить. Вот таким простым способом, в принципе, и экономится семейный бюджет. И составляется он. Выписываете все, что вы готовы купить. Все, что вам потребуется. Все, что вы хотели бы запланировать. И все планы вы заносите в одну большую тетрадь. Кому-то это удобно делать в письменном виде, кому-то в электронном виде, кому как. Я делаю это все на бумажном носителе. На своей тетрадке. Поэтому я считаю все свои расходы и доходы заранее. Я рассказывал о том, как в одном из роликов, как я скопил миллион рублей. Поэтому ссылку я оставлю в описании. Кому интересно, смотрите. Всем, кому понравился ролик, ставьте лайк. Не понравился, ставьте дизлайк. Всем пока.